МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. Скончался, не приходя в сознание. 1 августа 2024 года в 10 утра на 6-м километре автодороги Тольятти-Хрящевка произошло столкновение двух единиц транспорта. Автомобили Ниссан и мотоцикла Ямаха. На месте дорожного происшествия погиб водитель мотоцикла. Пассажир автомобиля доставлен каретой скорой помощи в городскую больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Из информации, собранной сотрудниками госавтоинспекции, стало известно, что мотоциклист, 92-го года рождения, двигался со стороны села Выселки, владелец иномарки, со стороны обводного шоссе. В какой-то момент мужчина на Ниссане стал поворачивать налево, не убедившись в безопасности своего маневра. В итоге он спровоцировал столкновение с мототранспортом. Мотоциклист врезался в переднюю пассажирскую сторону машины. От удара его отбросило на несколько метров. К сожалению, травмы, полученные мотоциклистом в результате ДТП, оказались несовместимы с жизнью. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. В больницу был доставлен пассажир из иномарки. На месте дорожного ЧП работали сотрудники 30-го пожарно-спасательного отряда, госинспекторы и следователь. По факту аварии заведено уголовное дело. На автодороге Тольятти-Димитровград в районе села Узюково столкнулись два автомобиля – «Ладогранта» и «Мазда». В результате столкновения ВАЗовский автомобиль оказался в кювете. ЧП не обошлось без пострадавших. Три человека были экстренно госпитализированы. В деталях аварии разбираются сотрудники Ставропольской госавтоинспекции. В восьмом квартале неизвестный мужчина залез на чужой автомобиль и лег там спать. Видео с камер наружного наблюдения с деталями произошедшего опубликовали в сети интернет. Пользователи предполагают, что гражданин находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Другого объяснения такому поведению люди не нашли. Если окажется, что мужчина нанес ущерб автомобилю, владелец транспортного средства будет вправе обратиться в полицию с заявлением. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины и женщины, подозреваемых в краже. Сообщение от потерпевшей поступило в отдел полиции по центральному району. Тольяттенко потеряла банковскую карту. После ее утраты с расчетного счета были списаны денежные средства. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить предполагаемых преступников. Приметы подозреваемого мужчины. Славянская внешность. На вид около 60 лет. Рост 175 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы темные и короткие. Был одет в рубашку бежевого цвета в клетку, брюки темно-синего цвета, кроссовки серого цвета с белой подошвой. Приметы подозреваемой женщины. Славянская внешность. На вид около 55 лет. Рост 175 сантиметров. Плотного телосложения. Волосы черные. Была одета в футболку черного цвета, брюки черного цвета и кроссовки синего цвета. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении данных людей, просьба сообщить всю информацию по единому номеру 102. Редактор субтитров А.Семкин